Привет всем! Рано или поздно каждый из нас может заболеть. И, конечно же, очень не хочется, чтобы эта ситуация нас достала, когда мы приезжаем в Германию, может быть, как турист на короткое время, или вообще приезжаем в Германию на постоянное или длительное проживание. Поэтому сегодня хочу заранее вам посоветовать, что делать в такой ситуации, и хочу вас немножко проинформировать по поводу того, вообще, как в Германии устроена система аптек, и насколько доступны или недоступны являются разные лекарственные препараты в Германии. Поехали! В Германии очень необычная система, потому что здесь нет, скажем так, сетей аптек, да. Все аптеки, или большинство из них, являются государственными и относятся все к одному и тому же предприятию. С одной стороны, это хорошо, потому что у нас во всех аптеках получается практически одинаковые, даже вот, ну вот, просто до цента одинаковые цены на лекарственные препараты, и, конечно же, таким образом можно контролировать очень хорошо качество лекарственных препаратов, которые продаются, но, с другой стороны, конкуренции нет, и лекарства стоят в Германии все-таки достаточно дорого, это нужно признать. Так что сейчас чуть больше расскажу, там вообще, как это устроено. Если вам понадобится, да, ночью купить какие-то лекарства, то, конечно же, круглосуточных, именно постоянно работающих круглосуточных аптек здесь нет, и вам нужно смотреть, какая из аптек возле вашего дома окажется дежурной, да, то есть, потому что они постоянно сменяются, и если вы ночью будете покупать лекарства, то за это еще нужно доплачивать что-то около 5 евро. Цена на лекарства здесь соответствующая, то есть, для сравнения скажу вам, что Синупред Форте, Синупред Форте 20 таблеток стоит около 8-9 евро, и, скажем так, разные обезболивающие препараты, например, ибупрофен или нурофен, тоже находятся вот где-то в таком пределе от 7 до 10 евро за упаковку. То, что меня очень сильно удивило, один раз я решила пойти в аптеку и купить себе пеносол. Оказывается, в Германии таких капель, как пеносол или вообще каких-либо аналогов нет. Единственное, то, что вы можете купить себе, да, чтобы прочистить нос, если у вас насморк, это самые обычные сосудосуживающие капли. Никаких альтернатив, по сути, у вас нет, но преимущество, то, что такие капли очень дешевые, да, стоят всего лишь 2 евро за упаковку. Еще один факт о немецкой системе аптек, это то, что квалификация фармацевтов тут очень-очень высокая. И я думаю, что некоторые из моих подписчиков, которые именно обучаются на этой специальности, могут подтвердить этот факт. И я вам скажу, что из моего опыта фармацевты тут образованы и разбираются в своей специальности не меньше, чем врачи. И, конечно же, в Германии фармацевт, то есть сотрудник аптеки, это не просто человек, который может вам дать с полочки то лекарство, которое вы хотите. Это, по сути, ваш, даже, скажем так, ваш врач, потому что если вы приходите в аптеку и говорите, вот у меня какие-то жалобы, то вам с большой вероятностью фармацевт может посоветовать какое-то лекарство в связи с вашими симптомами. И, конечно же, я вам скажу, что это очень удобно в том случае, если вы приблизительно понимаете, что у вас не так, и просто хотите получить какое-то лекарство, которое идеально вам подойдет. В отличие от многих русскоязычных стран, в немецких аптеках получить лекарство без рецепта, которые, в принципе, должны продаваться по рецепту нереально. То есть здесь очень строго за этим следят, и даже чуть-чуть, просто чуть-чуть какие-то опасные препараты в любом случае будут продаваться с рецептом. Даже капли в нос от аллергии, которые уже будут на гормональной основе, будут продаваться по рецепту. И, конечно же, скажем так, есть люди, которые должны постоянно принимать какие-то лекарства, и для этого у немецких врачей есть даже специальная услуга, когда вы можете попросить, чтобы вам по почте отправили рецепт на ваше лекарство. У всех таких вот магазинов с бытовой химией есть отдел, скажем так, витаминов и разных поддерживающих средств. И там можно найти очень много всего полезного. На тот случай, если у вас нет каких-то серьезных болезней, вы просто действительно хотите что-то поддерживающее, чтобы лучше себя чувствовать. Как я уже сказала, там может быть очень много всего и для желудка, и для общего поддержания состояния, и разные капли в нос, и разные мази. В общем, просто посмотрите все, что по сути очень много из того, что в аптеке продается без рецепта, можно купить реально намного дешевле в разных магазинах, которые продают в косметике. Ну и сейчас хочу сказать по поводу того, что оплачивает страховка тем людям, которые живут в Германии. Потому что страховка оплачивает далеко не все. Я вам скажу, что лекарства в Германии достаточно дорогие, и вот такие вот серьезные лекарства, которые нужны людям именно у тех, у которых вот угрожающее жизнесостояние, конечно же, такие лекарства будет вам страховая оплачивать в любом случае и при любых обстоятельствах. И, например, антибиотики оплачивает страховка, страховка оплачивает сильно обезболивающие препараты, если вам их прописывает врач, но очень многие поддерживающие препараты страховка вам не оплачивает. Например, не оплачивает разные препараты от гриппа и простуды, не оплачивает какие-то витамины, не оплачивает, у меня спрашивали, оплачивает ли очки, контактные линзы страховая компания. Нет, страховая компания оплачивает их только для детей до 16 или что такое лет. Было много таких казусных ситуаций, когда я хотела купить какие-то лекарства, к которым я привыкла из дома, но оказывалось, что их просто нет в немецких аптеках. И поэтому еще один очень важный совет, если вы собираетесь ехать в Германию на долгое время и знаете, что вы очень любите или вам нужен какой-то препарат, лучше купите его дома и привезите с собой в Германию, потому что очень большая вероятность, что в Германии он может не продаваться или продаваться в другом абсолютно виде, чем тот, к которому вы привыкли. Вот, так что, надеюсь, что это видео было интересным. Обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, спрашивайте, если у вас есть еще какие-то дополнительные вопросы по этому поводу. И до новых встреч, пока-пока!